МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире информационный выпуск Киселяк Парад в студии Кирилл Потемкин. Комплексный план развития Североказахстанской области на 2021-2025 годы принесет положительные результаты, уверены специалисты различных сфер. В ближайшие пять лет будут построены новые производства, возведены спортивные объекты и многое другое. Каким видят будущее области его жители, расскажет моя коллега. Комплексный план социально-экономического развития Североказахстанской области представили в правительстве в конце марта этого года. Выступая на заседании, министр национальной экономики Осет Иргалиев отметил, что министерством совместно с госорганами и другими организациями проведена работа по тщательному отбору проектов с высоким потенциалом. Их реализация положительно скажется на социально-экономическом развитии региона и тем самым будут созданы постоянные рабочие места. Изменения коснутся ряда отраслей, в том числе и агропромышленного комплекса. Здесь планируется построить 52 молочно-товарные фермы, три откормочные площадки, две птицефабрики, комбикормовый завод, тепличный комплекс и другое. Выделяются большие финансовые средства на развитие агропромышленного комплекса. То есть увеличится будет поставка молока, увеличится поставка мяса в нашем регионе, открытие новых рабочих мест. Поэтому задача у нас как университета состоит в том, чтобы мы готовили эти кадры именно для данной отрасли, для сельского хозяйства, потому что везде должны работать хорошие специалисты, знающие все инновации, потому что фермы все будут строиться. Насколько я знаю, в настоящее время они строятся по всем инновациям в мире, которые есть в настоящее время, применяются в сфере животноводства, в сфере растениеводства. То есть все инновационные компьютерные технологии применяются в строительстве. Поэтому данная программа и данный комплексный план развития являются важной частью жизни нашей области. Комплексный план состоит из четырех направлений. На его реализацию потратят около двух триллионов тенге. 1,4 триллиона из них направят на 64 инвестпроекта в агропромышленном комплексе, промышленности, транспорте и логистики, предпринимательской активности и, конечно же, в сферу туризма и спорта. Строительство таких новых сооружений, на которые выделяются деньги, они будут к месту. И я считаю, что мы сейчас боремся за то, чтобы в нашей области был наиболее охват населения, физкультурой и спортом. И мы, по крайней мере, в этом плане идем не впереди планеты, но мы в лидирующей тройке. Мы занимаем прочное призовое место. И я думаю, что строительство новых сооружений, на которые сейчас будут выделяться деньги, согласно этому комплексному плану, они позволят поднять уровень развития, сделать его более высоким, более приемлемым для наших горожан. В промышленности будет локализовано производство сельхозтехники «Класс», сервис-центра «Джандир», разработка месторождения «Вольфрам» Малевденовых руд «Аксаран» и «Баян». Для обеспечения складскими и торговыми площадями планируют создать торгово-логистический хаб «Кызылжар». Анастасия Дроняк, Юрий Искаков, Служба новостей. В Казахстане реализуется адресная социальная помощь для граждан, которые относятся к категории малоимущих, инвалидов или пенсионеров. Им оказывается государственная поддержка. В чем суть адресной социальной помощи и каковы правила ее назначения, узнавали наши корреспонденты. Адресная социальная помощь – это финансовая и материальная поддержка человека или семьи, чей месячный доход составляет ниже черты бедности. Это не государственное пособие. АСП служит в качестве подмоги малоимущим, инвалидам, а также пенсионерам, нуждающимся в постороннем уходе. Также в рамках программы людям оказывается содействие в трудоустройстве, профессиональном обучении, развитии бизнеса. Государственный адресной социальной помощи предоставляется в виде безусловной и обусловленной денежной помощи. Безусловно, денежная помощь оказывается одиноким либо одиноко проживающим малообеспеченным лицам с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости. В связи с достижением пенсионного возраста, инвалидностью первой устроенной группы либо наличием заболеваний, при котором срок временной нетрудоспособности устанавливается более двух месяцев. Обусловленная денежная помощь оказывается одиноким и одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьями, имеющим в своем составе трудоспособного члена семьи. Гарантированный социальный пакет нацелен на предоставление продуктов и бытовой химии и выделяются для семей с детьми. В качестве дополнительной поддержки получательной адресной социальной помощи в 2020 году было предусмотрено предоставление гарантированного социального пакета, выражающееся в предоставлении продуктовых наборов и наборов бытовой химии для детей в возрасте от 1 года до 6 лет. За 2020 год адресная социальная помощь по городу Петропавловск была назначена 766 семьям. Назначение гарантированных социальных пакетов детям от 1 до 6 лет охватило 589 семей. По всем вопросам, касающимся назначения адресной социальной помощи, можно обратиться в Центр занятости населения. Телефон 390964. Также прием заявлений реализуется через портал электронного правительства egov.kz. Тамерланд Леубаев, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. В области продолжаются мероприятия по подготовке к весеннему паводку. Третья колония Петропавловска готовит запасы продовольствия на случай возможного потопления. Сотрудники Департамента уголовной исполнительной системы делают все необходимое, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. Подробности далее. Предстоящий паводок обещает быть мощным. Об этом свидетельствуют прогнозы Департамента по чрезвычайным ситуациям. Пока ситуация в регионе стабильная. Всем известно, что пару лет назад поселок Заричный пострадал от потопа. Теперь в целях предупреждения подобных ситуаций здесь ведется работа по строительству плотины для обеспечения безопасности населения и отбывающих наказания в исправительном учреждении. Была проверена техника, были подготовлены трапы, приобретено около 20 кубов пиломатериала для изготовления трапов и деревянных настилов. Из данного материала приготовлены мешкотары для возведения искусственных дамп на случай подтопления территории учреждения. В настоящее время проводится активными темпами подготовка и заготовка продуктов питания, медицинских препаратов. Сейчас в учреждении отбывают наказание 450 человек. В случае паводка с доставкой продовольствия осужденным будут сложности. Поэтому сотрудники исправительного учреждения заготовили продукты, лекарства и вещи на два месяца. Подготовили и всю необходимую технику топлива. Продукты питания какие заготавливаются? Все предусмотрены в постановлении производства 12,55. Это крупы, 8 намываний, макаронные изделия, масло, мясо, рыба, молочные изделия, творог, сметана. Особенно творог, сметана у нас в поставке поставщиков производится еженедельно по заявке заказчика. А остальные продукты, которые не скоропорчащиеся, заготавливаются с учетом двухмесячных запасов. По словам сотрудников, колония готова к психийным буйствам. Вся техника находится в исправном состоянии. Мадина Нуркина, Дилинур Жанов, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Больше новостей узнаете в итоговых выпусках и селях парад.